По предварительной оценке в доме номер 25 по улице Асканово в разной степени пострадало 16 квартир. Как заявил глава Ингушетии, всем им будет оказана помощь. По восстановлению жилья и возмущён ущерб за утерянное имущество. На данный момент создана правительственная комиссия, которая занимается оценкой нанесённого ущерба. Денежная компенсация пострадавшим жителям будет выплачена из федерального бюджета в случае вынесения судебного решения о признании их потерпевшими в ходе проведения КТО. Там процедура есть по линии МЧС и есть по линии Минстроя. Надо взять алгоритм выработки юридический. Я думаю, что рабочую группу расширим немножко. Надо включить туда, видишь, примера, Минфин, Минимущество туда надо включить. Это беда всей республики. Мы должны все поучаствовать. Проблема-то это последствия ситуации. Но там же есть и вред причинённый. То есть там необходимые первоочередные, которые необходимы для людей. Если брать, там холодильник нужен, плита нужна. То есть такие вещи. А потом уже всё остальное мы всё равно приведём. И я хочу сказать, что этот дом будет абсолютно восстановлен. Там будет полностью заменено всё, что там нужно. И приведём в порядок. Он будет у нас показательным домом. Я думаю, что вот инициативу я благодарен главному району городов. Это солидарно, что вы проявляете своим коллегой, да и с людьми, в первую очередь, с жителями. Потому что это наши люди, они же, представляете, там дети, там же, понимаете, много всего-то. Поэтому я искренне благодарю главу району городов, что проявили такую инициативу. Глава Ингушетии также сделал заявление, что всё руководящее звено администрации главы и кабинета министров собирается перечислить свой однодневный заработок на специальный счёт, открытый для нужд пострадавших. Главы муниципалитетов тоже примут участие в данной акции. Вот любой человек, когда есть спецсчёт, если есть, можно обратиться и сказать, пожалуйста, перечисляйте, только единственное, он должен быть прозрачный. Настолько прозрачный, что, значит, вплоть до того, что если там какие-то средства останутся, даже если, то, значит, вот мэру города отдать их, и пусть он там ещё деревья посадит и что-то ещё облагородит, что-то такое. Это первое. Люди у нас очень добрые, понимаете? Они очень сердобольные. Мы воспитывались так, и у нас в семье вот самое лучшее давали и отдают людям, которым пострадали или там даже просто в гости зашли. Поэтому тут вопросов нет. Единственное, что нужно – контроль, контроль за этими финансами. Это я попрошу правительства, Минфин. Но надо так сделать, чтобы люди эти, они почувствовали себя, что о них есть забота. Что забота есть не только государство, руководство республики, но и есть солидарность наших жителей. В ходе совещания Махмуд Али Калиматов отметил, что ущерб мог быть более значительным. Но благодаря продуманным и грамотным действиям силовых структур удалось избежать не только человеческих жертв, но и максимально снизить материальные потери. Хавагагиева, Султан Булгучев, Рахман Суров, Новости, 24.